Под Новый год штормы, метели и наводнения накрыли сразу несколько стран. Таиланд и Германию заливают водой, но больше всего не повезло Австралии. В штате Квинсленде из-за шторма погибли 9 человек. Подробнее у Анары Сюмбаевой. 9 человек погибли во время шторма в Австралии. Сразу несколько штатов Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс накрыло ураганным ветром и проливным дождем. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду и ввалили бетонные столбы электропередач. В итоге около 60 тысяч домов остались без электричества. Ой, это был самый сильный ветер, который я когда-либо видел, поэтому было довольно страшно. Дети нервничали. Слышался страшный грохот. Мы понимали, что это рушится наше имущество. Шторм разрушил линию электропередачи. Это впервые, чтобы ветром свалило бетонный столб. Это беспрецедентно. Сильный ветер бушует и в американской Небраске. Скорость ветра составляла 100 км в час. В некоторых городах толщина снежного покрова достигала 30 сантиметров. Сейчас действует предупреждение о снежной буре. Синоптики сообщают, что ожидается еще до 27 сантиметров осадков. Таиланд тем временем заливает водой. Сразу в двух провинциях – Нарадхиват и Яла – из-за продолжительных ливней затопило дороги и дома, что привело к сильнейшему наводнению. Оно затронуло десятки тысяч людей. Местами вода поднялась до одного метра. Остановлено железнодорожное сообщение. Закрыты школы. Аналогичная ситуация и в Германии. Из-за дождей вышла из берегов река в Гамбурге. В результате затопило многие районы города, в том числе исторические кварталы Санкт-Паули и Альтштадт. Местные власти объявили режим ЧАЭС. Похоже, все новогодние праздники местные власти будут устранять последствия стихии. Анара Сумбаева, Астана Таймс. Анара Сумбаева, Астана Таймс.